доброго всем здоровья сегодня многие из нас покупают очки не для того чтобы откорректировать зрение а отдавая дань моде но мы не пойдем по этому пути поскольку у многих из вас такой ситуации могут развиться очень серьезные заболевания мы сегодня в нашей программе расскажем о том никакие и как носить очки а как избавиться от них программе мы узнаем что такое амитропии какие виды бывают о современной диагностике актуальных методах коррекции зрения гигиене взгляда растениях способствующих сохранению стопроцентного зрения а также неотложные мероприятия при травмах глаз амитропии нарушения фокусировки изображения на сетчатке эта группа заболеваний самая распространенная из патологий глаз встречается у людей всех возрастов и социальных групп этим заболеваниям относят близорукость дальнозоркость астигматизм амблиопию и косоглазия по данным всемирной организации здравоохранения не менее двух миллиардов человек во всем мире страдают аномалиями преломления заболеваемость неуклонно растет к 2020 году три с половиной миллиарда человек столкнется с этой проблемой в чем же физическая природа дальнозоркости и близорукости на эти вопросы сегодня ответит врач офтальмолог центра лазерной микрохирургии глаза Олеся Олега Нарасина добрый день добрый день о природе можем рассказать можем рассказать природа близорукости дальнозоркости Это изменение размера глаза То есть при близорукости он более длинный При дальнозоркости он более короткий Все эти изменения называются амитропия Амитропии бывают разные Бывают врожденные, бывают приобретенные Врожденная близорукость характеризуется наследственными факторами 80% А приобретенная это неправильный образ жизни Это неправильное освещение Неправильное поведение людей Наверное мы можем глобальнее сказать в данном случае Люди сами себе ухудшают жизнь Необходимо посещать офтальмолога, который расскажет вам Как правильно организовать зрительный режим Какую степень нагрузки давать И какую профилактику Ну и наверное все-таки мы должны разделить эти рекомендации Для детей и для взрослых У детей-то слишком много соблазнов Дети еще не понимают, к чему это может привести в будущем Поэтому задача родителей Правильно детей научить Как вести себя Сколько времени уделять учебе Сколько времени уделять отдыху Какая должна быть зрительная гимнастика Режим зрительных нагрузок Правильная посадка за партой Для коррекции зрения существует отличная узнаваемая методика Подобрать необходимые очки Но это не очень простой механизм И здесь наши подсказки, я думаю, будут очень кстати Какими должны быть вторые глаза у человека И об этом в следующем сюжете Для того, чтобы определить зрение В данный момент мы используем новую аппаратуру Такие как авторефрокератометр Который позволяет сразу узнать рефракцию пациента И соответственно это намного упрощает процедуру подбора Коррекции Это либо очки, либо контактные линзы Для этого мы просим пациента поставить подбородочек На специальную подставочку Он просто смотрит на экранчик Сам аппарат настраивается под глаз человека И показывает нам уже в цифровом значении данные его рефракции Производится не менее трех измерений каждого глаза Как результат мы получаем чек С цифровыми значениями рефракции пациента Данные электронного прибора могут отличаться От индивидуального восприятия пациента Поэтому рецепт выписывается на основе проверки зрения По таблицам с расстояния 5 метров Измерения на каждом глазу проводятся отдельно С помощью специальной оправы Автальмола представляет плюсовые и минусовые линзы Ориентируясь на данные авторефрактометра Подборка линз происходит последовательно При близорукости начинают с линзы Имеющие минимальную силу преломления При дальнозоркости, напротив Начинают с максимальных показателей При подборке очков также имеет значение Межзрачковое расстояние Которое измеряется с помощью обычной линейки Мы подобрали коррекцию Соответственно у пациентки сложный миопический астигматизм Ей необходима коррекция для постоянного ношения То есть это либо очковая коррекция Либо это мягкие контактные линзы В очковой коррекции используются полимерные линзы То есть пластик Они ни в коем случае не уступают минералам То есть стеклянным линзам И наоборот даже у них есть ряд преимуществ Такие как различные просветляющие покрытия Покрытие с ультрафиолетовыми свойствами И они намного легче Качество нашей жизни во многом зависит от очков Конечно, согласитесь, ситуации невиданное количество Относительно того, что они могут запотеть В самое ненужное время Да, в конце концов, вы потерять их можете Наверняка такое происходит И что же тогда делать? А тогда современная наука приходит на помощь И вторые глаза уже не нужны Не так ли? Хирургическим методом лечения относится Эксимер лазерная коррекция зрения У нас появился новый прибор Фемтносекундный лазер Который за 15 секунд своей работы Меняет полностью зрение человека И позволяет видеть 100% При отсутствии патологии сопутствующей При здоровой сетчатке и зрительном нерве Отсутствии катаракта и булкома, конечно же Есть еще другие методы хирургического лечения Такие как рефракционная замена хрусталика Рефракционная замена хрусталика Представляет собой операцию длиной в 15-20 минут Безболезненная После этого пациент уже на следующие сутки Может хорошо видеть И пусть он рефракционная замена хрусталика Мы можем изменить любую аметропию Даже такую, как минус 20 и более Современные технологии шагнули далеко вперед И сегодня, используя современные диагностические возможности И лечебные, можно улучшить зрение человека Чтобы он не носил уже очки Так вот о методах коррекции в следующем сюжете В настоящее время проблемы заболеваний глаз И прежде всего аномальные рефракции Такие как дальнозоркость, близорукость, астигматизм Являются очень актуальными Имеем все возможности для того, чтобы помочь человеку избавиться от очков Перед операцией пациенты проходят очень доскональное обследование Мы изучаем состояние и роговицы, и хрусталика, и сетчатки Что касается роговицы, то очень важны карты, которые называются топографии роговицы Мы должны исключить подозрения на кератоконус Мы должны изучить правильную ли топографию Мы должны изучить толщину роговицы К сожалению, бывают случаи, когда мы и отказываем пациентам Мы уменьшаем оптическую силу оптической системы Если объяснить это на уровне физики, то наши лазеры Они шлифуют роговицу таким образом, чтобы она меньше преломляла свет Чтобы сделать оптическую систему не такой сильной Операция длится около 10 минут Уже на следующий день пациент видит и видит довольно хорошо Буквально через несколько дней он может приступать к своим ежедневным обязанностям Конечно, есть ограничения, там до месяца нельзя использовать контактные виды спорта Сауны, бассейны, открытые водоемы В остальном ограничений нет Современные технологии шагнули далеко вперед И мы в этом сегодня убедились Но вспоминая Великого Пушкина «Береги честь молоду» Наверное, это и о профилактике заболеваний органов зрения Так вот, несколько слов профилактических от нашей сегодняшней гости Пожалуйста, Олеся Олеговна Профилактика является гимнастика В гимнастике относятся движения глазными яблоками в сторону, вправо, влево Круговые движения, а также взгляд вдаль и вблизи Это знаменитое упражнение с меткой на стекле Либо с точкой на ладони То есть нужно смотреть в течение 10 секунд сначала на близкий предмет Расположенный к вам Затем на максимально дальний предмет, который вы видите И это упражнение необходимо делать 2 раза в день, в 10 раз Ну и тогда не будет спазма аккомодации, и тогда не будет ухудшения зрения Да, и тогда не будет необходимости прибегать и к хирургическому, и к медикаментозному лечению Спасибо большое! Вам всего самого доброго! И до новых наших встреч на телеканале Вам спасибо! Если у человека 100% зрение, это повод гордиться И вот для того, чтобы как можно больше было таких людей Наша следующая рубрика Растения, способствующие улучшению зрения Ромашка лекарственная Применяется при конъюнктивитах и для промывания глаз Одна чайная ложка цветков заливается кипящей водой Настаивается 5 минут, потом фильтруется Плоды черники Богаты витамином А и укрепляют сетчатку Плоды употребляются как в свежем виде, так и в виде джемов и отваров Корень петрушки Применяется для профилактики болезней глаз Корень растереть, добавить лимонную цедру Приготовленный состав употребляет за час до еды курс лечения в среднем 1-2 месяца Цветы календулы и корни аира Применяются для профилактики ухудшений зрения Ингредиенты берут в одинаковом объеме и заливают водой в объеме 500 мл Жидкость настаивается 12 дней Процеживается Применяется по 15 капель трижды в день за 15 минут до еды В жизни человека порой возникают ситуации, когда даже здоровым глазам грозит опасность И я имею прежде всего в виду травмы глаз Вот что необходимо сделать, что называется по скорой помощи в нашем следующем сюжете В офтальмологии, так же как и во всех областях медицины, существует неотложное состояние Исход которых во многом зависит от того, как правильно и вовремя оказана первая медицинская помощь Травмы глаза – это очень распространенная патология В нашей стране, так же как и в мире, травмы глаза занимают первое или второе место по инвалидности Наиболее часто это, когда у глаз попадает соринка, песчинка Но почему это всегда человек чувствует? Потому что глаз в организме – это самый чувствительный орган Сам человек вымыть не может Сам глаз пытается таким образом, благодаря обильному слезотечению, вымыть то, что находится в этой полости и ему мешает Любой прохожий, который рядом есть, он может это аккуратненько убрать, эту ресничку, вывернуть века Века надо вывернуть в обязательном порядке, потому что очень часто эти инородные всякие пылинки, соринки, они оказываются под верхним веком Надо, чтобы человек смотрел вниз, тем более он глаз открыть не может То есть, посмотри наверх, пожалуйста Мы смотрим здесь, вот конъюнктивальную полость, мы не видим ничего А сейчас надо посмотреть вниз Одним пальчиком надавить на верхнее веко и вот так вот его вывернуть И здесь вот посмотреть Очень хорошо, если есть какие-то каплики дезинфицирующие Но, как правило, это глазные капли имеются в виду Если есть водичка, просто даже проточной водичкой промыть Если это инородное тело, оно уже каким-то образом фиксировано и прошло в ткани глаза То его без врача-офтальмолога ни в коем случае трогать нельзя Потому что это может быть проникающее ранение или непроникающее ранение Которое требует исключительно помощи врача-специалиста Как мы сегодня выяснили, наше здоровье, здоровье глаз в том числе в наших с вами руках Я уверен, что мнения и консультации специалистов, сегодняшних участников программы Очень пригодятся вам Но если остаются еще темы для обсуждения Пожалуйста, пишите в адрес нашей редакции Звоните по номеру телефона, который видите сейчас на своих экранах Всего вам самого доброго И, пожалуйста, будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова